Приветствую вас, прочитав вопрос, скажу сразу, что я солидарен со своими коллегами, которые дали вам ответ, то есть я так же, как и они, думаю, что у вас нет стимула, нет у вас достаточных оснований для того, чтобы, ну, чтобы делать то, что вы делаете. Так же, я думаю, что очень важным моментом является тот факт, что вы оправились, то есть вы оправились ведь в результате чего-то, вы оправились ведь в результате каких-то жизненных обстоятельств ваших. Соответственно, логично, что эти обстоятельства нужно как-то проанализировать сперва. Логично, что эти обстоятельства нужно сперва проработаться, в результате чего вы поправились и так далее. Далее. Значит, само по себе голодание, оно не эффективно. Именно голодание. Голодая, вы ничего не добьетесь, совершенно ничего. Потому что организм, как вам и сказал мой коллега, все равно доберет быстро то, что ему не хватает. Поэтому здесь нужно не голодать, а правильно сбалансировано питаться. И программа питания составляется вам отдельно. То есть это именно вот индивидуально вам составлено программам питания, которое как раз и присвоено помочь вам избавиться от этого вот условно, ну, условно лишнего веса. Понимаете, как обстоятельства? То есть это не работает так, что вы вот поголодали немного, да, и все. И сразу все хорошо. Нет, так это не работает. Ну и на индивидуальное питание. Для вас. Далее. Смотрите, ну, вы сказали такую вещь, да, что вот это. Вот вас просто фотографировали, вы увидели, какая вы, да, вам это не понравилось, вы решили все, надо худеть. А потом у вас внезапно после этого вдруг проблемы нарисовали. То есть, вот вы уже не можете, значит, вот вы уже снова хотите идти. Да, вот вы уже, уже снова, значит, думаете о идее и так далее. И вопрос у меня к вам. Ну, а если вы думаете о еде, если вы хотите, ну, вновь есть, то не значит ли это, что диета для вас не так важна? Не значит ли это для вас, что, ээээ, вам не так важно похудеть? Ведь вы же хотите этого? Получается. А значит, вами кто тут видит. И здесь опять можно говорить о том, какие у вас мотивы, для чего вам это нужно. И пока не будете этого знать, пока не будете отдавать себе счет в том, для чего я худею, зачем я это делаю и так далее, то не будет никакого результата у вас, потому что это будет постоянная борьба. Специальная борьба с инстинктом, с потребностью, ну, с потребностью удовлетворять голод, а поскольку удовлетворять голод это нормально совершенно, то, соответственно, у вас будет постоянное желание есть, потому что, ну, потребный плод сладок. Ну и, значит, соответственно, нужно голод удовлетворять, это естественная потребность организма, голодать совсем и полностью не стоит, нельзя, это вредно. Вот, ну, это вредно для вас. Но при этом нужно, во-первых, адекватные, адекватные физические нагрузки нужны. То есть нужно, чтобы вы для себя выбрали подходящую вам модель тренировок и правильное питание. И вот тогда у вас все будет хорошо. Тогда у вас все будет замечательно. А пока, ну, пока это, пока это, это просто вот, знаете как, баловство в баловство. Пока что. Вот. То есть, понимаете, поддерживая себя, значит, четко понятной вам целью. Вот мотив. Зачем, для чего? Можно придумать себе мотивы. Например, вот, что полным людям тяжелее, например, жить. Или полные люди болеют. Или они более несвободны в движениях, в одежде, там, и так далее, и так далее. То есть, ну, вы вот сами выбираете мотив свой. И уже исходя из мотива, вы как-то вот принимаете решение. Относительно того, что будете делать. Относительно того, как будете поступать. Вот. И я думаю, что это, в общем и целом, это справедливо для вас. Весьма справедливо. Вот. А не так, что вы просто взяли, начали голодать, без тренировок, без всего, да. Вот. Просто начали голодать и все. И все. Вот это же неправильно. Так вы ничего не добьетесь. и все. Поэтому, вы подумайте, как следует. Вперва. Зачем вам это установить? Если у вас основания для того, чтобы худеть. Реально. реальный оснований у вас есть для того, чтобы этим заниматься. реальный оснований у вас есть для того, чтобы вы пополнили это естественно. Вполне возможно, что вы, например, можете заедать что-то. То есть, вы можете едой пытаться компенсировать какие-то вот негативные проявления в вашей жизни. Ну, например, убираться. То есть, вместо того, чтобы решать проблему как таковую, вы ее не решаете, да, а вы просто заедаете, закрываете глаза на нее, на проблему, вот. Ну, и в итоге, в итоге получается то, что получаете. Вот это неэффективно, да. Вот. Так что, во-первых, вам нужен психолог хороший, для того, чтобы разобрать ваши причины того, что вы оказались вот в этой ситуации. Вот в такой вот, в своей ситуации. Во-вторых, вам нужен диетолог, чтобы диетолог, он поможет вам подобрать правильное питание. И, в принципе, я думаю, что образ жизни ваш, образ жизни, его, ну и на меня. То есть, сделать его более таким, подфизичным, более активным и так далее. Прямо-то, ну, ни одно питание, если будет только осоз, только питание. Ни одно питание, ни одно голодание не даст вам того эффекта, который даст вам активный образ жизни. То есть, опять же, с помощью него вы быстрее избавитесь от личного веса и вам легче становится. И, соответственно, не нужно будет, например, там, обходить у себя в еде. Вот. То есть, дело не в том, что вы едите. Дело не в этом. Не в том, что вы едите. Дело в том, как вы едите. Это первое. И второе дело в том, сколько вы едите. Вот это, по-другому, и является ключевым моментом ситуации. А не то, что вам нельзя, там, что-то и так далее. Надеюсь, вы поняли, о чем идет речь. Вот. На этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если вам остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Удачи! Удачи!